Дмитрий Черко, насколько, на ваш взгляд, к Арсеналу адаптировался Деклан Райс? В чем, видите, у него потенциал прибавить? Чем он удивил? Мне кажется, во всем, что касается игры без мяча, уже адаптировался. И тут можно также отметить некоторое удивление. Ну, во-первых, сама скорость адаптации удивляет. Ну, ни от кого нельзя такую быструю ожидать. Во-вторых, я бы отметил то, как его качества по разрушению только приумножились в Арсенале. То есть Деклан Райс, мне кажется, вообще одним из самых быстрых опорных полузащитников из всех, кого я видел. Вот за все время, не только в этом сезоне. И в Арсенале, который больше, чем Вестхэм ставит на прессинг, мне кажется, это еще приумножилось. То есть он как бы хорошо и с точки зрения интеллектуальной, и с точки зрения просто умения отбирать мяч хорошо разрушал и в Вестхэме в другой системе. Но мне кажется, вот его умение играть без мяча в Арсенале стало только круче, просто потому что Арсенал играет в прессинг. То есть, казалось бы, до этого он не играл в таких прессинг-системах, а когда он там оказался, его качество, его крутость без мяча, они только приумножились. Ну, плюс, можно там лидерские качества отметить, то, как он подключается в атаку, вот именно с точки зрения умения важный гол привести. Ну, то есть очень много, это как бы бонусная для него работа, и он тут яркое впечатление производит, 6 голов для его позиции, это просто прекрасный результат. Вот тут, конечно, все круто, и многое из этого удивляет. В чем можно прибавить? Ну, конечно, в игре с мячом нужно ему прибавлять. Он относительно альтернатив, относительно, например, прошлогоднего партии, относительно Жоружини, когда он выходит на этой позиции, он просто пока еще немножко туповат. Он не все варианты видит, он лишние касания тратит. То есть как бы сделать правильные акценты тут важно, то есть это все равно норм, это все равно неплохо, это не пробитие дна, это не якорь, который тянет команду вниз, когда она владеет мячом. Но можно лучше, можно намного лучше в позиционной структуре арсенала, на позиции опорника, можно быстрее и более правильное решение принимать. Тут еще большой простор для роста. Продолжение следует...